Здравствуйте, друзья! У нас в гостях Инна Ефимчик. Я, как правильно сказать, стартап-адвокат, корпоративный адвокат. Как правильно сказать? И то, и другое правда. И у нас сегодня тема такая, которая часто возникает на канале. Среди людей, которые такие, знаете, у них мысли о стартапах, мысли о изобретениях, о том, что сейчас на них накинется американский, понимаете, с деньгами человек. И, в общем, как это все будет происходить. Вот как раз Инна у нас на переднем фронте этого движения стоит. Поэтому, ну вот пару слов все-таки. Действительно, вопрос денег. Есть деньги, значит, есть жизнь, нет денег, нет жизни. Вот как быть с этим? Да. Ну, что получается? Для того, чтобы компания развивалась хорошо в Америке, наверное, в какой-то момент действительно, если нет там своих каких-то ресурсов, нужно будет здесь привлекать деньги. И основной вопрос, на какой это стадии должно произойти. Если есть, допустим, идея, то это слишком рано. Под идеей никто денег не даст. Есть очень много людей с идеями, они пишут письма, говорят, Михаил, у меня такая идея, вот я вам сейчас накидаю туда-сюда, мне вот буквально там... Ну да, 300-500 тысяч. Да. Да, то есть это знакомо, это, к сожалению, не то. А что же, что же нужно, да? Вообще, то есть для начала, скажем так, есть очень-очень-очень много компаний, которые здесь, которые даже не основаны эмигрантами, как ни странно. И даже им сложно привлечь инвесторские деньги в долине. Ну, зависит от того, какие у них личные контакты, конечно, там, может быть, они могут просто по друзьям знакомым пособирать, но вот, когда мы говорим про венчурный капитал, то это очень нетривиально и очень маленький процент, даже компанию, у которых, казалось бы, вот все есть, даже им очень сложно. Когда мы говорим про компании, которые оттуда, да, оттуда, это может быть откуда угодно, из России, из Украины, из Беларуси, больше, откуда угодно, да, то есть мы говорим про не местных учредителей, то все становится сложнее. То есть помимо того, что у них нет наработанных связей здесь. Есть еще момент в том, что вообще непонятно, с кем тут имеешь дело, и как бы страшно и непонятно инвесторам. Поэтому вот где та граница, где уже эти компании с неместными учредителями могут претендовать на то, чтобы их здесь профинансировали. Это никакая не гарантия, что их профинансируют, но хотя бы это вот так. Они на том же playing field. А я видел людей, которым давали деньги. Вот из Киева привозил, да, как зовут парня, вот у него стартап в этот самый движение, он привозит ребятам. Я не уверена. Ну, если тут стартаперов сюда привозят, там, на разные мероприятия. А, Денис? Денис, да. И вот там был мальчик, 18 лет, из Львова. Слушай, ему дали денег, он пацан. Ну, во-первых, всегда есть исключения, во-вторых, там, я не уверена, что за конкретная ситуация, да, есть венчурные деньги, которые очень сложно получить. Деньги ангелов, то есть просто каких-то людей. Ну, если где-то там задружился на какой-то конференции, человек в тебя там супер как поверил, всегда есть вероятность, что он тебе даст денег, но это не то, что какая-то там высокая вероятность, да, то есть такого человека, который в тебя поверит, еще нужно найти. Вот, ангелы, они менее предсказуемы, потому что они инвестируют не по каким-то общим таким правилам, а эмоционально по своему какому-то такому вот чувству, да. То есть если с таким человеком столкнуться в нужные моменты, вот, все сошлось, да, звезды сошлись, то теоретически можно привлечь деньги, но, с другой стороны, ангелы очень многое не дают. А если дают, то на жестких условиях очень? Зависит от ангела, может быть, наоборот, он как бы на таких легких условиях, потому что он вообще не особо парится, то есть очень индивидуально, да, про ангелов там бывают очень разные истории, бывают такие ангелы, что покруче условия, чем самый крутой венчурный фонд дадут, а бывают такие, которые даже не смотрят, а просто они инвестируют в человека, они доверяют этому человеку, а на бумаге вообще не смотрят и просто подписывают, не глядя, как говорится. Но все-таки возвращаясь к вопросу, что же нужно для того, чтобы вот быть, ну, хотя бы на уровне вот с американскими компаниями, что вас рассматривали так же, чтобы не было какого-то у вас disadvantage. Ну, не ущемляли бы вас, да. У меня, на самом деле, это есть статья на моем блоге на английском языке, но ее можно тоже посмотреть, а я пока что... Я хочу сказать, что вот наш канал называется «Голос Силиконовой долины», там, «Силиконвал и Бойс», а у Ины, да, я покажу, это называется «Стартап Бойс». Да, совершенно не специально. Не специально, но мы оба голосим, вот, каждый на своей волне. На своем поприще. Вот, значит, какие у нас есть предпосылки такие? Значит, ну, во-первых, хорошо, чтобы компания, конечно, уже привлекла какие-то деньги, так сказать, по месту жительства, да, то есть если это компания из России, допустим, чтобы не были какие-то уже российские инвесторы, причем, хорошо, если венчурные инвесторы, а не просто ангелы. Для чего это? Ну, во-первых, это значит, что компания уже на более такой продвинутой стадии развития, да, если они уже какие-то деньги привлекли. Во-вторых, это показывает, что есть люди, которые вот их знают, которые им доверяют, что тоже немаловажно, так как здесь их еще никто не знает. А вот все-таки, вот, допустим, я дал им 100 тысяч, и эти 100 тысяч, ну, допустим, я купил за эти 100 тысяч там 10% компаний. А если там уже были другие люди, и я дал 100 тысяч, то я тогда куплю только, может быть, там 5% компаний. Получается, что… Ну, это не совсем так. Нет? Окей, ну, хорошо. Да, то есть новые инвестиции, они идут по некоторой оценке, и размывают всех, кто уже в компании. То есть не то, что если кто-то купил в начале, там, не знаю, 10% компании, то им эти 10% на всю жизнь гарантированы, а следующий, кто заходит, получает какую-то меньшую долю, и только от, допустим, учредителей откусывает кусочек. То есть дополнительные акции выпускают. Дополнительно, да, всех размывают, опять же, зависит от того, на каких условиях были первоначальные инвестиции, они могли быть как конвертируемый займ, то есть есть разные варианты. Технически это все очень выполнимо, и никаких проблем нет. А психологически очень важно показать, что вот в вас уже кто-то поверил, да, хотя бы те, кто уже вас знает, говорит на вашем языке, и так далее. Во-вторых, нужно иметь продукт. И желательно, чтобы этот продукт был уже не просто там MVP, а чтобы он был уже запущен, ну, то есть он может быть MVP, но он должен быть уже запущен не только в бейта, да, то есть у него должен быть публичный желание. Что это за аббревиатура? MVP – Minimally Viable Product, то есть это вот совсем какой-то такой скелет, который… MVP. Да, Minimally Viable Product, который вот запустили, у него еще толком функциональность какая-то базовая. Макет такой. Да, то есть желательно, ну, можно даже MVP, но главное, чтобы это было не бейта, а уже все-таки запущенные были пользователи. Это может быть на домашнем рынке, да, как тестовом таком, но показать, что вообще это кому-то интересно, и что оно растет, в зависимости от продукта, может быть, у вас только продукт ориентируется на американский рынок, и тогда это как бы не совсем то. Тогда нужно уже запуститься на американском рынке, еще из дома, да, что тоже возможно, но тоже показать, что кому-то ваш продукт интересен, и что прирастает там количество пользователей. Если это B2B, да, то есть это контракты с бизнесами, то вам не нужно показывать миллионы контрактов, но нужно показывать, что у вас как-то тоже прибывают этих бизнесовых контрактов, что у вас хороший pipeline и так далее. Вот, дальше, ну, в зависимости от того, что вы сделали до этого, все-таки нужно показать, что у вас есть интерес в американском рынке, не только в американских инвесторах, то есть в потребительском рынке, и что вы либо уже здесь запустились, как мы говорили, либо вы вот уже вот прямо на стадии запуска, да, и опять же есть предпосылки вот с предыдущих каких-то рынков, что это все хорошо пойдет. Запустились что, значит, продажи начались? Да, да, то есть то, что как-то уже. Потому что инвестор хочет понимать вообще вот, что это тоже не на уровне идеи, а что это что-то настоящее. То есть он дает деньги под что-то. Обычно он хочет давать деньги под то, что уже готовый продукт, а дальше, ну, там, на маркетинг пускать, на сейлс, да, то есть а не то, чтобы его вообще сделать, посмотреть, можно ли его сделать или нельзя. А как быть человеку, у которого есть идея? И он думает, идея гениальна, ну, естественно, его идея, он думает, она гениальна, он думает, сейчас там миллионы, но просто чтобы довести вот до того, что ты сейчас говоришь, да, что какой-то минимум, там, viable product, это тоже нужна куча денег, может, зачастую? Ну, во-первых, не куча, да, то есть это вот там еще предыдущая волна стартапов, там, 99-й год, тогда все было дороже и сложнее. Сейчас, как бы, очень много разных short cuts есть, то есть стоимость того, чтобы прийти к МИПИ, стала гораздо меньше. Во-вторых, это вот вопрос того, что, хорошо, допустим, идея такая гениальна, если она такая гениальна, то есть должна быть способность у учредителя убедить других в ее гениальности. То есть если у него, допустим, он сам не может разрабатывать ничего, он должен иметь возможность, как бы уметь, иметь вот достаточно убедительности, чтобы убедить кого-то, дать ему хоть немножко денег, хотя бы среди своего упрощения. А люди боятся, вот у меня украдут идею. Идею красть не надо, они и так как бы вот в воздухе витают, то есть... Их много. Нет, ну даже как бы одна и та же идея одновременно разрабатывается несколькими людьми, то есть тут вопрос не в классной идее, а в том, кто может ее реализовать. И людей, которые способны что-то реализовать, очень мало. Поэтому не стоит по этому поводу волноваться. Вот, значит, то есть нужно либо убедить кого-то дать денег, либо своими силами. Сейчас очень много у меня клиентов, которые не берут внешнего финансирования, они, например, у них аутсорс-компания, и они в рамках этой аутсорс-компании, то есть они делают проекты для других клиентов, у них есть, соответственно, какие-то деньги, они используют свою текущую уже команду, которую они все равно платят зарплату, для того, чтобы ввести еще и свой проект. В какой-то момент они этот проект, значит, вот инкорпорируют, регистрируют, выносят в отдельную компанию. То есть путей много разных, да, и никакой богодельни нет, то есть там, вот я такой гениальный, у меня классная идея, дайте мне, пожалуйста, денег, просто, потому что я такой гениальный, так не работает. Нужно что-то такое доказательное. Вот за последние три года, вот начиная с событий там вокруг Крыма, вот это обострение ситуации, Украина, Россия и так далее, за это время количество стартаперов, приезжающих в США и пытающихся что-то сделать, растет или наоборот падает, рубль упал, да, то есть сложнее с долларами оперировать и как бы не так выгодно. Вот какая ситуация? Ну, мне так сложно сказать, то есть мы видим, что очень много бизнеса смотрит в нашу сторону, причем, если раньше было много совсем стартапов на ранней стадии, да, вот там только что-то такое смолотили, давай там поедем в Америку, сейчас мы видим больше компаний, которые уже развиты, компании, у которых и российский рынок, и европейский рынок, которые раньше там по той или иной причине не смотрели на Америку, сейчас они смотрят в сторону Америки. То есть клиент, то есть как бы интересующийся человек стал более матерым таким? Зачастую, да. Хорошо. Или проще же делать с ним? Ну, безусловно, да. То есть многие вещи не приходится объяснять с нуля, такие бизнесовые. Вот, что у нас тут еще было? То есть мы обсудили, что нужно какие-то иметь деньги, нужно иметь продукт на стадии уже выпущенном. Не показать, а уже, что он где-то был выпущен, а здесь будем, здесь либо уже выпустили, либо собираемся выпустить в США. Дальше нужно иметь, вот, нужно не просто зарегистрировать компанию американскую, а нужно здесь фактически быть. То есть нужно открыть офис, нужно иметь там как минимум несколько человек в этом офисе. Причем, ну, да, можно там иметь несколько там селс, людей, продажников, но желательно, конечно, чтобы макушка компании сюда потихоньку перемещалась. Для этого есть визы, в общем, наша фирма в целом с этим тоже содействует. Тут у меня сразу такой вопрос. Значит, первый вопрос, макушка нужна здесь, потому что если инвестор дает деньги, он имеет потребность общаться с тем, кому деньги дает. Безусловно, он хочет, да, часто с ним иметь возможность встретиться, там, сходить на кофе, узнать, какой прогресс, дать советы, там, предостеречь. Эту часть я понял. Значит, вторая часть, люди говорят, ну, хорошо, я бы поехал, я бы открыл офис, я бы там сидел, какая-то виза специальная есть, но сколько нужно денег? Много. Вот, допустим, ну, сколько много? Не, ну, надо на зарплату этому человеку здесь жить дорого, как мы знаем. То есть денег нужно много, но с другой стороны, это вот проблема, там, курица и яйца, да, то есть, как бы я бы поехал, дай мне кто-то денег, и он говорит, а что тебе будут давать денег, если ты не американская компания? То есть должны быть бизнесовые причины, чтобы здесь находиться, да, не только, то есть нельзя всегда перемещаться ради того, чтобы получить инвестиции, потому что мы начали с того, что многие все равно не получат инвестиции, да, вот при всех этих других вещах, это просто как бы минимальные требования, это никакие не гарантии, чего бы то ни было. Поэтому, если ваш бизнес здесь, вам нужно быть здесь, чтобы вы могли встречи назначать, не говорить, я приеду через три месяца, давай встретимся, да, то есть понятно, что можно летать туда-сюда, тоже довольно накладно, тоже безумно тяжело, но это не ведение бизнеса здесь, поэтому нужно здесь находиться и вести бизнес здесь, и тогда инвесторы пойдут, все пойдет, да, когда есть бизнес, действительно, настоящий бизнес, так совсем другое дело. Как говорил Суворов, великий полководец, говорил, не слыть, а быть. Вот. То есть надо быть американским бизнесом, а не слыть таковым. Это важно на том, что level playing field с другими компаниями. Тогда я следующий вопрос, вот я еще не закончил, значит, возбудили мое, так сказать, любопытство. А что за виза? Это что-то такое, что никто не знает, или такое, что все знают? К визе мы потом вернемся, а то мы так через список нашли закончим. Значит, последний пункт, вот у меня в списке, который очень-очень-очень важный, и у многих-многих компаний этого нет. А я могу у меня на экране. Дело в том, что в итоге деньги привлекает генеральный директор SEO компании. И от него очень многое зависит. То есть он самый большой продажник компании. Он ходит, и он лицо. Если он не может убедительно объяснить, почему это все так классно, почему эта компания завоюет свой рынок, почему у нее сейчас там посыплются пользователи, деньги и так далее, то деньги эта компания не получит при самых лучших технологиях, при самых лучших идеях, даже при большом количестве пользователей. То есть человек должен быть убедительный. А что для этого нужно? Ну, человек должен, в принципе, говорить по-английски. Это вот, да, казалось бы, такая деталь, но если не можешь объясниться, не обязательно говорить без акцента, например. Здесь никто не ожидает, что кто-то говорил без акцента. Здесь очень многие говорят с акцентом. Большинство здесь в долине говорят с акцентом. Но нужно говорить бойко и понимать то, что тебе говорят в ответ. То есть там идея типа того, что я приду с переводчиком, это не прокатывает. Никто не хочет говорить через переводчика. Да, то есть что-то теряется. Как интересно. Теряется, да. То есть нужно говорить по-английски. Да, то есть если вы говорите, у меня там, я мозг компании, я там CEO, я очень крутой, но я по-английски не говорю и уже, видимо, не научусь. Да. Это значит, что вам нужно иметь человека, который будет у вас американским CEO. То есть вы можете продолжать вести ту часть, которую вы ведете в плане разработки продукта. Вы можете быть CTO, вы можете быть президентом компании. Это на самом деле разные вещи. Президент и CEO. Вы можете иметь там любую должность, но в итоге человек, который будет ходить и находить инвесторов, он должен бегло общаться с инвесторами на их языке, и они имеют в виду только английский. То есть у него должно быть какой-то контакт с ними, то есть какое-то взаимопонимание. Желательно, чтобы у него было западное образование. Если он учился в какой-нибудь бизнес-сколе, это вообще шикарно. А не то, что, допустим, на эту должность надо пригласить кого-то, кто уже там 3-4 стартапа раскрутил? Если это можно сделать, отлично. Обычно это делается не на такой ранней стадии. То есть это очень часто делается, но уже на более поздней стадии, стадии серии B, например. Потому что мало какой основатель компании способен компанию довести вот и быть Цукербергом, от нуля до публичной компании. То есть если компания хорошо растет, то в какой-то момент обычно приводится то, что называется season CEO. То есть кто-то, кто вообще понимает, как быть CEO большой компании, это не то же самое, как быть учредителем CEO. Но вот в такой стадии, ну есть разные вещи. Если совсем уж никак, то да, приводится внешний человек для того, чтобы, но его нельзя, просто очень много сейчас есть людей, которые говорят, я там найду вам инвестиции. То есть очень редко это вот на самом деле, но в основном это какой-то такой, я не хочу сказать, развод. Я видел людей, которые очень огорчены были. Это вроде берут такого солидного американца, он так манерный такой вообще, а денег нет. Ну вот даже если такого, то есть это вторая проблема, но это проблема любых салзов, которые они лучше всего продают самих себя. Ну это как бы самый первый продукт. Хорошо. Поэтому вот ты покупаешься на это, а дальше могут ли они продавать твой продукт и твою компанию, еще не ясно. Но если своих как бы вот нету таких ресурсов, если не получается самому общаться на одном языке с американцами, с инвесторами, то вот нужно подумать очень серьезно насчет того, кого взять в компанию. Может быть это там не CEO будет, может быть это будет Chairman of the Board, но чтобы он был такой более-менее активный и готов был с вами там тоже презентовать компанию. Просто внешние консультанты не очень хорошо работают. А насколько это распространено сегодня, что вот человек там IT, бизнес, все дела и по-английски не говорит? У меня такое ощущение, что они сейчас все очень здорово говорят. Многие неплохо говорят, да. Ну вот есть как бы, ну как, кто-то говорит, кто-то нет, да. То есть нужно говорить так, чтобы это было бойко. Виктори хорошо читают, а вот как бы в такой ситуации... Я видел ребят на стартапах всяких презентациях, где они там как выйдут, да как залудят, там что-то даже ничего. Чем моложе ребята, тем вероятность выше, что они говорят хорошо в английском, ну лучше во всяком случае. Но еще есть вот как бы некоторое такое взаимопонимание, да. То есть вот если человек все-таки с западным образованием, там немножко будет, ему будет проще вот такое вот какое-то camaraderie, так типа василазь. Кроме английского еще. Кроме английского. Английский хорошо, но еще вот хорошо, когда есть как-то чувство. Вот. Еще тут я хотела что сказать по поводу того, как вот стать такой нормальной, нормальной американской компанией. Нужно как-то заскочить, да, это вот этот поезд, который куда-то несется, а вы на каком-то другом параллельном поезде, да, вот как вам заскочить. И сейчас некоторая новая тенденция, вот я когда последний раз интервью давала, или предпоследний там, это было уже 3-4 года назад, этого я так не видела, а сейчас гораздо более стало распространено. Ну, возможно, вы знаете, у нас вот в Долине сейчас, и не только в Долине вообще, и в Америке, и по всему миру сейчас очень много, такая взросла культура акселераторов, да. И акселераторы. А стартап-акселераторы. Стартап-акселераторы. Акселераторы акселератором рознь, но в целом вот те, которые находятся в Америке, это особенно те, у которых там покруче немножко репутация, они в принципе вот неплохой такой акселератор, да, такая платформа, на которую можно заскочить, чтобы немножко легитимности что ли получить, да, вот в том числе с местными инвесторами. То есть это уже непонятно какая-то шарашка, непонятно из какой страны, где непонятно какие обычаи, да. Это уже компания, которую приняли там в iCombinator. А они не всех берут. А они берут туда, ну, по слухам туда сложнее попасть, чем в Harvard Business School, да. То есть они уже, да, прошли такой отбор, и, значит, очень, ну, то есть уже как-то вот уровень доверия к ним совершенно другой. А есть Techstars. А, более того, что интересно, что вот эти акселераторы стали немножко брать вот компании из той части света, такого раньше не было. Вот мы немножко сейчас видим компании в iCombinator и в Techstars, и в FiveThirty Startups, вот там, из России, из Украины, там, из других таких стран, в Застущей Европе. Так что это уже как-то вот интересно. И не все из них после этого успешны, да. Некоторые потом успешно возвращаются домой, потому что как-то вот, ну, не получается здесь застолбиться после программы. Но все-таки это вот некоторый такой период, когда приезжаешь сюда, здесь тусишь на протяжении, там, не знаю, сколько там программы длится, месяца три, наверное. Вот, все-таки они там сразу знакомятся с кучей народа. Нет, ну, это колоссальный личностный рост. Да, да, да. То есть это все очень полезно. Единственное, что нельзя как бы... Что такое вообще акселератор, да, вот если так задуматься? Это, в общем-то, консультационные услуги, которые преподносятся, ну, такие консолидированные консультационные услуги преподносятся под таким модным соусом. Поэтому очень важно, кто их преподносит, и стоят ли они того, потому что... А платит кто? А, значит, обычно они дают достаточно денег, сам акселератор, чтобы пройти эту программу. А, то есть они финансируют тебя? Они финансируют, но они за это... Но это, как бы, получается, очень дорого, потому что они берут equity, причем... То есть акции в компании. Причем не особо смотря на стадию компании. То есть вы можете прийти с компанией, которая довольно уже такая развита, там, не... Они могут взять на уровне идеи, а могут взять кого-то на уровне уже там с продуктом, с продажами и так далее. И вот эти большие акселераторы, они не торгуются. Они говорят, мы берем 6%. Вот так или иначе мы берем 6%. Нам все равно. Мы не будем смотреть, какая у тебя оценка, мы не будем с тобой торговаться по этому поводу. И поэтому это может быть очень дорого. Если где-то успешная будет ситуация, то они вот эти 6% раскишат, будут деньги. Конечно. А нет и нет, значит, только потеряли. Ну, у них как бы, да, у них есть, кто их финансирует. Вот. Поэтому... То есть надо тоже смотреть. Не всякому акселератору нужно давать свои 6%. Ну вот, посмотри. Более того, в зависимости от области, да, там, Y-комбинатор это усредненно, да, там, считается топовый акселератор. Но для какой-то конкретной компании, да, может оказаться, что в их индустрии, в Y-комбинаторе нету нужных связей. Да, то есть для вот этой компании, может быть, Y-комбинатор совсем не то место, куда им нужно идти. Может, им нужно идти куда-то еще. То есть это, как любые консалтинговые услуги, их нужно хорошо проресерчить, понять вообще, стоит ли игра свеч. То есть этот самый акселератор, поскольку он имеет процент от успеха, его задача создать этот успех, то есть его задача туда привезти людей, которые могли бы дать денег, там, вывезти туда-сюда. То есть они должны, фактически, престижность и эффективность акселератора, это способность привлечь инвестора и способность упаковать вот эти вот акселерируемые бизнесы в нечто, что можно продать. Это правда. То есть это очень удобный такой... Да, но это как фабрика звезд, да, то есть туда приезжают как бы подающие надежды, но не каждый из них станет звездой. Нет, нет. А бывают ошибки, да, это же вот там, если на фабрике звезд, может, хотя бы как-то вот голос послушать и что-то такое понять, да, особенно если в этой индустрии, то с компаниями там очень много неизвестного, да, то есть вот вроде послушал, как поет, а дальше непонятно будет ли. Я бы еще сказал из того, что вот я раньше слышал в наших разговорах, там есть такая вещь, как персональные качества, ну, основного там человека в компании или может быть там нескольких, потому что есть люди, которые абсолютно убеждены в гениальности, там, своей идеи, в своей непогрешимости, и если там кто-то ему дает деньги, то эти деньги – это грязь, а основное – это вот то, что он, и он не чувствует себя как бы ответственным, и то есть ты не имеешь дела, как со стороны инвестора, ты не имеешь дела с кем-то, кто с тобой на одной страничке, там, в одной лодке сидит, а он как-то у него своя свадьба, у тебя своя, он твои деньги взял, и ты как бы… Ну, да, ну, на самом деле, вот это противостояние учрителей и инвесторов, это очень, на самом деле, отдельная интересная тема, потому что… А, это большая тема? Это большая тема, потому что, ну, всегда есть противостояние какое-то, инвестор хочет как-то, ну, защищать свои инвестиции, свои деньги, а учредитель в основном, там, хочет, чтобы его не трогали, и далее ему делать то, что он считает нужным. Ты деньги, да, и молчи сиди. Ну, в принципе, да. Но самое интересное, что если у него все хорошо идет, да, то у него гораздо лучше мандат, там, сказать, слушайте, вы все молчите, я буду делать как надо, потому что я знаю, как надо. Вот, когда у него все идет не так хорошо, то вот эти голоса становятся громче, да, с его инвесторами, которые говорят, нет, ты меня слушай, нет, ты меня слушай, ты делаешь все не так, да, то есть пока у тебя траектория, правильно? Ты, в принципе, можешь делать то, что хочешь. Ну, пока мы не забыли, то совсем не отвлеклись, так что с визами-то, что за виза такая? Ну, с визами, да, то есть если это CEO компании, то не гарантированно, и сейчас как бы все у нас меняется, вообще непонятно, что будет, но в целом для многих CEO есть возможность получить визу О, это для людей с экстраординарными... Вот по этой линии. Ну, в принципе, да. Не то, что там специально стартап, там, виза? Нет, нет, стартап-визу, похоже, мы уже не увидим, не знаю, с новым президентом, скажем. То есть Обама несколько раз пытался это пропихнуть, но что-то как-то это все застоприлось. Тоже не пошло, да. Ну, он давал мандат, что надо сделать, но как-то никто это не пытался делать. То есть, грубо говоря, так, если ты в состоянии создать стартап и все такое, то ты уже как бы такой экстраординарный получается. Не совсем так, но получается, что там есть 8 характеристик, от них нужно соответствовать трем всего. И если ты начал делать стартап, то, наверное... То есть, в основном, это характеристики на то, насколько ты распиаренный. Вот как ни странно, да. То есть, а для того, чтобы вести бизнес, в принципе, приходится быть довольно распиаренным, потому что нужно и инвесторов привлекать, и людей в компанию, то есть, и саму компанию нужно пиарить. То есть, в итоге получается, что человек довольно публичный, в основном, не всегда. Бывают исключения, но очень много, очень многие публично, очень многие публикуются. И так или иначе, получается, что... Выступают на конференциях. Выступают на конференциях, судят работы других. Очень часто они получали какую-то там несовмиримую большую компенсацию на своей предыдущей работе. То есть, ну, трус не играет в хоккей. Обычно там, да, с такой самоотбор идет. Мы когда с Светланой Кафф беседовали, она вот иммиграционный адвокат, и она на эту тему тоже вот однажды рассказывала. И я понял так, что, в принципе, виза ОУ и гринкарта, вот по этой же статье, там, экстраординарных способностей, в принципе, имеют те же самые характеристики. То есть, если ты хочешь начать завтра работать, ты можешь делать визу, но, в принципе, ты можешь одновременно начать там и гринкарту. То есть, как бы, если ты на визу эту квалифицируешься, то ты и на гринкарту квалифицируешься. Или не совсем так? И да, или нет. Так. Ну, да, что если формально посмотреть на списки, там есть 10, по-моему, критериев на гринкарту, и из них, по-моему, тоже нужно соответствовать трем. Но. Так. Так как это вопрос такой субъективный, да, то порог, который требуется для получения, он другой. То есть, вроде бы, так смотришь, ну, как бы, просто добавилось факторов, а факторы, в принципе, те же самые. Ну, визу дают относительно легко. Я не хочу сказать, что всем и каждому, но вот многие из учрителей, с которыми, с CEO, с которыми мы работаем, получают там с первого раза или там через RFI гринкарту получить все-таки сложно. Даже имея уже визу ООО, то есть, мы недавно буквально получили там сейчас RFI, будем отвечать на него, но это при том, что человек уже получил, то есть, его уже один раз признали, что он All-Stanley, но на уровне визы, а вот на уровне гринкарта, это как бы другой уровень, сложнее. Поэтому, пробовать можно, но... Но виза ООО подразумевает, что есть какой-то работодатель, который его приглашает. А кто является работодателем в данном случае? Ну, та компания, на которой он будет работать. А, то есть, можно так создал компанию и сам себя. Да, 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 да. У нас даже были, ну вот, когда мы, если отвлечься немножко от стартапов, у нас были примеры, например, вот, там, пиар-агент, ну, как, человек, специализирующийся в пиар, да. Человек, который специализируется в пиар, он, как бы, сам тоже умеет и себя тоже распиарить, да. Вот. Хотела здесь остаться, мы создали для нее компанию, то есть, ее, собственно, пиар-агентство, вот, с ней там и ее... В Америке? В Америке у нее партнерша была, с которой она это делала, ну, там, тоже, как бы, у нее, видимо, тоже пиар она занималась. Они создали на дворе компанию и под это получили для нее визу. Но все-таки виза-виза, а дальше надо как-то... А дальше нужно контракт искать, ну, конечно. Ну, в отличие от визы H1B, там никто не смотрит, чтобы, там, минимальную какую-то зарплату получал, то есть, можешь приехать, там, 3 месяца искать себе контракт, если никто там за это... А вот, я понимаю, что вопрос, может быть, такой не совсем по адресу или, может быть, преждевременный, но все-таки, поскольку уже мы, как бы, ссылались на новую администрацию и возможные перемены, что-то есть такое на сегодня, что как-то, вот, можно сказать, что уже влияет на стартапы, уже влияет на бизнесы, вот с точки зрения миграционной и инвестиционной, я не знаю, вот что-нибудь такое есть? Ну, визы начали давать хуже. Какие именно? Все. Визы просто дают хуже. Ну, как бы, мы не можем объяснить, мы только видим, что происходит. Это из разных стран или только из... Ну, у нас в основном, как бы, поток-то из стран СНГ. Вот. Что еще? Ну, вот сейчас вот на H1B была подача, да, там, первой недели апреля, и уже упало первый раз за, там, 4 года, по-моему, упало количество заявок. А сколько? А, что-то 190 с чем-то тысяч, а было 260 в прошлом году. А говорили, что будет еще больше, чем в прошлом, потому что многие люди, которые на H4, EAD, боятся, что у них отберут EAD, что они еще будут дополнительно подавать. Ну, вот, да, то есть, ту статью, которую я буквально сегодня читала, там было написано, что это удивительно и как-то неожиданно, да. Ну, я бы говорила с нашим миграционным специалистом в нашей фирме, вот по этому поводу, он сказал, что он ожидал этого результата. В принципе, получается, что? Напугали людей. Напугали людей. Непонятно, что будет завтра. Непонятно, то есть, вероятность, в прошлом году, вероятность выиграть эту лотерею на H1B была одна из четырех, или одна из пяти. Одна из четырех была. Ну, если считать, что 85 тысяч вместе с теми, что... Нет, ну, так их нельзя отдельно, то есть, ну, нельзя считать все. Там же еще эти, на мастерс-программу... Да, ну, там 65 и 20 на мастерс-программу. Ну, да, то есть, у них там гораздо... То есть, конкурсы разные, поэтому на мастерс-программу там ниже конкурс был, а на обычный получился один из четырех, да. И, ну, то есть, а деньги вроде платишь все равно, да, то есть, они вроде возвращают, EOSI возвращает ту часть, которую им платишь, а вот мы с вами вот так и берем. Так что, получается, деньги плачешь, непонятно за что, да. Ну, в общем, в какой-то момент... А вот эта идея, эта идея ввести как бы аукцион такой, кто больше заплатил, тот и получил. Эта идея как бы... Приживется ли, не знаю. Нет, ну, разумно так, правильно было бы так сделать? Ну, что бы тогда получилось? То есть, большие бы компании скупили бы себе все визы, да, то есть, их вообще не осталось ни для кого больше. Ну, может быть, в этом есть некоторый смысл, что хотя бы тогда это будет не агентства посреднические, которые там на марджин работают, а это все-таки были бы компании, которые действительно... Они платят больше. Да. Может быть, не знаю. И эти агентства, они... Боюсь, что-то нашим клиентам не осталось бы визы. Они очень много виз берут про запас, потом эти люди сидят там в Индии, не могут приехать, потому что проекта нет. Ну, да, да. Они им платят меньше. Ну, против этих агентств сейчас, в общем-то, там, свои всякие вводят меры, чтобы их пытаться как-то с рынка немножко... Вот это интересная фишечка новая, когда говорят, что мы будем на месте инспектировать, чтобы они там были. Это ведь происходит из-за того, что они регистрируют эту визу, как бы берут в дешевой каунте, где зарплаты ниже, понимаешь? И платят им превейлинг вейдж маленький, а сами их отправляют там в Калифорнию или еще куда-то, где надо было бы платить превейлинг вейдж больше. Я понял так, что они вот именно это хотят отложить, чтобы не... Ну, там для таких вот компаний, которые, по-моему, H1B-депендент, там они вводят там 130 тысяч минимум. Facebook H1B-депендент. Да, ну, многие здесь компании H1B-депендент. Это значит, что больше 15% людей имеют H1B-депендент в Facebook. Да. Так что, ну что же, значит, подвешено, очень многое подвешено у нас сейчас вот с новой администрацией. То ли они еще не определились, то ли просто стиль такой, просто чтобы все висело. Даже не знаю, что сказать. Ну, хорошо, то есть стартап-движение движется. Движется, да. А вот ты говорила, что меньше будет денег вкладываться в стартапы, что инвесторы боятся, что вот как бы чего не вышло. И вот эта часть заметна как-то или мы не видим, что вы меньше денег клали? Ну, я уже репорты читала, что это происходит, что сейчас как бы начинается немножко замедление. На своей практике я пока это не ощутила. Фу-фу-фу. Пока все очень активненько в этом году у нас. Наверное, какое-то количество клиентов продавать своей компании будет. Так что пока движуха полная. Очень все круто. Жить можно. Жить можно, но чтобы быть дальше, ты его знает. Это все непредсказуемо. Я что еще хочу сказать. Вот этот стартап-войс, я смотрю на экране, у меня тут написано стартапвойс.блогспад.ком То есть... Я думаю, что мы можем дать линк еще. Мы ссылку тоже найдем, просто я к чему говорю, что... Можно почитать. Нет, кто-то смотрит, что-то у него в руках, думает, а мне. Я говорю, ну, там будет, будет. Я думаю, что мы все в целом обсудили. Еще вот такой вопрос. Люди, которые обращаются. Вот есть какое-то очень общее, такое массовое заблуждение, о котором надо сказать, чтобы более реалистичным был взгляд на жизнь. Ну, вот пусть будет... Я прошу их, может быть, много массовых, но, допустим, одно наиболее такое... Характерное. Ну, заблуждение зависит от того, насколько человек много чего уже знает. То есть... Многие приходят с очень реальными такими ожиданиями. Но когда заблуждение... Ну, то есть есть некоторые ожидания, что вот я сейчас компанию как зарегистрирую, у меня будет американская компания. А дальше мне нужно только приехать. И вот я здесь там повстречаю с инвесторами, денег тут куча, а у меня такая вот классная штука, и мне сразу вот там дадут денег. И, ну, вот как мы это уже обсудили, это не работает так. Американская компания просто зарегистрирована в Америке. Для некоторых целей она очень полезна, но это не панацея, далеко не для всех целей. Так что нужно вот еще дважды подумать, нужна ли она вам. Мне просто... Что вот насчет заблуждений? Мне часто люди контактируют, говорят, хочу компанию в Америке. А мы начинаем обсуждать, да, И получается, что, в принципе, не нужна, но хочется. Да, вот потому что это, ну, как не знаю, модно в тренде иметь компанию в Америке. Вот ради трендовости не стоит открывать. Нужно понимать, для какой цели она нужна. Мне это, знаешь, что напоминает? Есть люди, которые в студенческие годы приезжали по work and travel, и им дали social security number, поскольку они деньги получают, надо налоги платить. Ну, и прошло там 5 лет, 10, ну, сколько-то лет прошло, и человек хочет приехать по туристической визе и там где-то поработать нелегально, или там, ну, какие-то у них планы. И они говорят, у меня есть social security. Понимаешь? То есть, как бы я... То есть, это какую-то легитимность ему, как бы, создает, нет? Нет, на самом деле, когда есть social security, это гораздо проще, чем когда его нет, даже когда он такой нелегитимный. Я в том смысле, что работать он с ним не может. Нет, он не имеет права, но это тебе упрощает сильно жизнь, как ни странно. А в чем? Потому что его можно заполнить, а проверять, настоящий он или нет, никто не будет. Ну, это уже, как бы, закосить можно. Ну, вот там, когда подаешь, не знаю, там, анкету, чтобы машину взять в аренду, или еще что-то, то есть, ты проходишь за свое... Ты даже не говоришь, что там кому-то врать, потому что пытаешься на работу устроиться, что у тебя есть право на работу, но просто, как бы, да, закосить что-то местное. Ну, да, в общем, я просто чему говорю, что вот есть компания в Америке, это тоже может быть в какой-то ситуации лучше, чем когда нет. Есть счет в банке там. Люди считают, кстати, что вот визу дадут, если есть компания в Америке, ну, визу на то, чтобы там прям приехать, просто там, B1, B2. И на самом деле нет, да, то есть лучше об этом особо не распространяться, потому что если вы говорите на границе, да, у меня есть компания в Америке, и я туда еду, то прямо напрашивается следующий вопрос, а вы туда едете работать? Вот, а если вы едете работать, а права на работу у вас нет, то вас никто не пустит в Америку по визе B1, B2. Это другая виза. Это другая, да, нужно получать другую визу, нужно под нее основание, как мы понимаем, просто стартап-визы нет, то есть нужно быть вот таким вот выдающимся, или еще каким-то, поэтому, как бы, всегда вот закрадывается такое подозрение, а что ты едешь, если у тебя компания в Америке, так что лучше, если есть компания там, да, там, в России, в Украине, лучше говорить, что я еду по делам той компании, потому что никто вам не запрещает в Америке работать по делам неамериканской компании, вы просто не имеете права работать на благо американской компании. Ну, последок вопрос такой. Я часто слышу разговоры такого плана, что, ну вот, в Америке так и не сделали стартап-визу, а вот в Канаде сделали, и сейчас в Канаде создаются все условия, и вообще там, если хочешь стартап, двигай в Канаду. Вот есть какая-то, ну, не знаю, информация на этот счет, вообще что-то такое. Вот когда со стартап, например, беседовали, они же говорят что-то на этот счет. А, во многих местах пытаются создать стартап-мекки какие-то. И деньги на это даются, ну, государствами, то есть все хотят вот сделать свою версию Силиконовой долины. И пока что, в общем-то, не получилось, да, Силиконовая долина, по стечению обстоятельств разная, такая все-таки довольно уникальная. Во многих других местах открывают компании. Наверняка в Канаде тоже, вот каких-то громких выходов из Канады, но я не слышала. Наверняка что-то есть, то есть про все невозможно знать, но сказать, что вот там, мы видим, что вместо того, чтобы ехать сюда, компании едут в Канаду. Несмотря на то, что здесь дорого жить, несмотря на то, что здесь не наймешь людей, несмотря на то, что здесь высокие налоги, то есть, несмотря на кучу факторов, которые, казалось бы, должны были людей отвадить от того, чтобы ехать в Силиконовую долину, тем не менее, едут именно сюда. Я думаю тогда вот, что просто для многих людей, вот это стартап-движуха, это просто повод куда-нибудь свалить, там, эмигрировать, там, как-то, тогда может быть и Канада ничего. В том смысле, что если им бизнес развивать не надо, а просто под видом этого дела, как-то, так сказать, легализоваться в другой стране, может быть, так и вариант. В Бахрейн какой-нибудь, честно, легко можно, там, не знаю, я вот так, от балды. Ну что, спасибо, и мы тогда ребятам пожелаем, чтобы все было у них нормально, и если кто-нибудь, такой инновационный человек, чтобы у него эти инновации, там, в нем не засиживались, а выплескивались наружу, и вот такая вещь. Очень многие жалуются, что вот до этого адвоката не дозвонишься, до того не дозвонишься, не допишешься, там, по две недели ждут люди, и так далее. Нет, ну, правда, ну, вот сложно так вот, или они что-то такое пишут, что уже не хочешь вообще с ними дело иметь. Ну, вот, что происходит? На самом деле, просто, когда пишут незнакомые люди, то, безусловно, смотришь на содержание текста и оцениваешь его на как бы какую-то там, не знаю, адекватность. В основном, как бы, мы получаем свой бизнес через referrals, через... Реферр, да, по рекомендации. По рекомендации. Когда кто-то пишет по рекомендации, то мы тут же отвечаем, ну, без уважения к человеку, который сделал рекомендацию, вот, и потому что мы понимаем, что как-то вот... Этот человек уже некоторые там минимальный тест на адекватность прошел, потому что его уже кто-то рекомендует. Мы стараемся тоже отвечать, когда люди пишут просто, как говорится, с улицы, но не всегда получается. Это понятно, там, из всех наших приоритетов, там, кому отвечать, там, текущие клиенты, там, первый приоритет, да, там, реферралы, второй приоритет. Если человек просто с улицы пишет, нужно еще подумать, что же ему ответить. Особенно вот, там, одна девочка пишет, там, две строчки, ему можно, там, за 30 секунд ответить. Любое дело, вот у нас, надо первый имейл, он там, на две страницы. То есть, он, понятно, откладывается в такой более долгий ящик. У меня тоже самое на канале. Ну, не то, как бы, просто, то есть, думаешь, да, я обязательно прочту, очень интересно, но в итоге, как бы, нужно на это отдельно как-то выделить время, и не всегда получается. У меня, например, очень часто бывает, человек пишет, там, где-нибудь в Скайпе, и говорит, я хочу поговорить. И я ему говорю, ну, пиши вопрос, что у тебя за вопрос, напиши. Потому что, я уже вынужден это делать, потому что вопрос, который яйца выеденного, не стоит, если начать разговаривать по голосам, это займет 15 минут минимум. Ну, да, то есть, если у вас некому вас порекомендовать, хотя, в принципе, мы уже настолько много работаем с людьми, вот, из вашей части света, что, даже там, не знаю, Влингтон сейчас вроде блокируют, да, но там, А, в Российской Федерации. Да, ну, в общем, как-то можно поискать кого-то, кто нас знает, и кто сделает для вас реферал, но если нет, самый лучший способ, чтобы мы ответили, это короткий вопрос, но, как бы, по делу. По делу, да. То есть, не только вы, вообще, занятые люди, они хотят коротенько, и по делу. Да, и тогда, если я могу на это быстро ответить, как бы, перенести этот вопрос из моего инбокса в уже сделанную, я это с удовольствием сделаю, но, если это займет у меня 15 минут разобраться, то вероятность того, что я отвечу там в тот же день, очень сильно падает. Мы студентов, когда учим, как баг-репорт писать, мы говорим, баг-репорт мало написать, его надо продать программисту, потому что, если ты его так написал, что он всегда что-нибудь другое выберет, починить, то просто никогда не починится, и хороший тестер, и не тот, кто написал больше баг-репортов, а тот, у кого больше их починили. Поэтому, значит, ценность не то, что написал две страницы, а ценность то, что с тобой стали разговаривать, и чтобы с тобой стали разговаривать, надо коротенько, и по сути, раз, два, три, и чтобы поняли, все, наш человек, пошли разговаривать. Уже дальше время не считают, так сильно, говорит, ну, по делу же идет. Ну, что же, хорошо, ладно, еще раз спасибо, мы тогда всем так рукой помашем, скажем, пока. Пока.